Приветствую всех здравомыслящих людей на YouTube-канале «Всё самое интересное». Сегодня у нас в гостях Хасай Магомедович Алиев. Здравствуйте! Здравствуйте! Я вам хочу рассказать интересное и полезное, потому что ко мне очень часто сейчас обращаются бабушки и дедушки, и мамы, и папы, которые волнуются о своих детях. Ну, кто-то из детей там рождается с ДЦП, а кто-то здоровенький рождается, слава Богу. И вот я тогда подумал, а почему бы всем не рассказать о том, какой у нас есть могучий ресурс, какая у нас есть у людей нормальных, здоровых, психические, возможность помогать всем людям на свете, независимо от того, в каком классе человек учится. Он может быть и в первом классе, и во втором классе, и в третьем. А вот сделать такой нулевой урок, который будет полезен всем и каждому, и тем же самым дедушкам и бабушкам, конечно. Но детям это будет ещё полезнее в плане профилактики, чтобы они набивали себе меньше шишек в жизни, и меньше болели, и быстрее, и лучше учились, меньше уставали, и научились побеждать в тех трудных условиях жизни, которые всё время на нас как обрушиваются. Вот так вот. Я начну с простого. В своё время была издана у меня книжка, которая называлась «Ключ к себе». Это был 90-й год. Издание было «Молодая гвардия». Эта книжка была массовым тиражом. И там впервые в России и во всём мире были описаны так называемые идеомоторные приёмы, с помощью которых человек может выходить из стрессового состояния и управлять своим организмом. Затем, в 96-м году была издана книга, и вот здесь очень знаменательное название под самим основным названием. Тут написано внизу «Как сохранить и реализовать себя в современных условиях», которые оказались и сегодня, и сегодня такими же, только ещё более сложными. «Как сохранить и реализовать себя в современных условиях». И вот здесь вот девочка нарисована. Ну, это фотография реальная из фильма, который был сделан в те годы, который назывался «Азбука саморегуляции для детей, их родителей и педагогов». И там как раз-таки кадры из этого учебного видеофильма, одобренного Минобразованием. И этот кадр вот здесь вот, на этой обложке. И рецензентами этой книги у меня были люди, очень известные академики. Один академик был академик Георгий Васильевич Морозов, он был директор Института общей судебной психиатрии МИЗРА в СССР. Другой академик был директор Института философии степень. А ещё был академик космонавтики, профессор Забродин, психолог. И они были, ну, сказать друзьями я не могу, потому что я был моложе всех, но мы дружили много лет, потому что они проникались хорошим отношением к этому методу ключ. Потому что метод ключ был утверждён Минздравом СССР ещё в 87-м году. Потом был одобрен Минобразованием, потом он развивался. И в конечном счёте было ещё много книг, много книг, изданных различными издательствами, в которых динамика развития этого метода была указана. И я сейчас скажу, почему я это говорю. И в конечном счёте 20 книг с лишним было издано. И в конечном счёте у нас получились вот такие книги, последние уже, последнее издание. И самое последнее издание в этом году. Вот. Это очень важно, потому что здесь самые новые приёмы. И написано «белые стороны чёрной дыры страха». Потому что оказалось, независимо от возраста, независимо от того, чем человек занимается, готовится к экзамену, готовится к соревнованиям, готовится к важной встрече. Даже когда бабушки и дедушки со своими внуками хотят встретиться. Или когда внуки готовятся к каким-то своим отношениям, личным отношениям, выяснять личные отношения со своими сверстниками. Или ходят в спортклуб или ещё куда-то. Для всех оказалось очень важным вот то, о чём я сейчас хочу сказать. Это нулевой урок. Нулевой урок для всех и каждого. Это научиться снимать нервно-мышечные зажимы. Потому что, когда человек живёт, у него вольно или невольно накапливается напряжение, потому что он находится в условиях не всегда, когда он занят только тем, что ему нравится. Иногда ему приходится делать то, что ему не нравится. он воспитывает у себя силу воли. Но это всё-таки очень механизм сложный. И поэтому напряжение растёт. И время от времени его надо сбрасывать. И вот в итоге вышел учебник профессора Матвеева «Синхрогимнастика по методу саморегуляции ключ». Он для школьников. Это российский учебник. До 10-11 классов первое его издание было в 2005 году. А в 2019 году как раз-таки было второе издание. Там голубая обложка. И там как раз-таки 5 упражнений очень простых, которые любой человек может делать. И по схеме этих упражнений можно подбирать себе и свои собственные упражнения. То есть с этого учебника, вот почему я говорю нулевой урок, потому что это в любой школе, в любом клубе спортивном, в любой методике, которую человек хочет освоить, всегда будет базовый урок. Допустим, он занимается даже йогой. Допустим, занимается обучением иностранному языку. Или занимается в балетном клубе, где учится танцевать. Не важно. Но всё равно он должен знать вот этот нулевой урок. Этот урок посвящается тому, как подобрать себе собственные, индивидуальные, простые действия, снимающие нервно-мышечные зажимы и стресс автоматический. В этом уникальность нашего сейчас совета. То есть, чтобы каждый человек мог воспользоваться этим советом, в первую очередь, чем бы он ни занимался в жизни, научиться снимать нервно-мышечные зажимы. Кстати, этим занимался Станиславский. Этим занимался Михаил Чехов, который был режиссёром и школы Чехова, которые были по всему миру. Потому что нервно-мышечные зажимы, это, знаете, это как раз-таки признаки того конфликта, который возникает у человека между душой и его телом. Нервно-мышечные, то есть мышечные – это типа организм, так, условно говоря, я раскрываю суть этого слова. И нервно-мышечные зажимы. Ну, каждый из вас может на себе это хорошо чувствовать, потому что, например, если поставить датчики на всё тело человека, которые просто показывают, где он напряжён и не напряжён, и дать ему просто читать книжку или думать о чём-то серьёзном, то в первую очередь у него начинает напрягаться шея. Почему это происходит? Потому что шея, на самом деле, оказывается, это компрессор, который вот напрягается, расслабляется, напрягается, расслабляется с определённой частотой и качает кровь головному мозгу. И вот здесь вот часто у нас возникают остеохондрозы. И почему люди потом говорят, ой, у меня шея болит, ой, у меня спина болит, я очень устаю быстро. Почему это происходит? Зрение ухудшается. Почему? Потому что шея, как компрессор, всё время качает кровь в зависимости от того, насколько человек сосредотачивается или отвлекается. И иногда там происходит зацикливание, условно говоря. Вот источник одного из нервно-мышленного зажима. И вот представьте себе, если вы всё время находитесь в каких-то состояниях эмоциональных, напрягаетесь, расслабляетесь, вы живёте, чем бы вы ни занимались, в четырёх агрегатных состояниях работы мозга. Это по моей новой модели работы мозга, которую я публиковал очень-очень давно в своих сайтах. Четыре агрегатных состояния работы мозга, это очень важно знать. Первое состояние – это состояние обычного бодрствования, в котором мы сейчас с вами находимся. Второе состояние – это состояние транса. Это тогда следующий момент, каждый следующий момент, у нас в мозге только одна доминанта. Следующее состояние – это когда мы спим, это сон. Ещё одно состояние – это сон со сновидениями. И есть пятое состояние – это состояние нуля. Это нулевое состояние, переходное между этими всеми состояниями. Из бодрствования в транс, из транса в сон, и наоборот, и так далее. Вот это переходное состояние, нулевое состояние, как я его назвал, я о нём как раз и писал в первой книжке ещё в 90-м году, как нейтральное состояние. Потому что это нейтральное состояние, когда, условно говоря, две половины мозга как бы разомкнуты и готовы к новым соединениям в зависимости от настроенности, на что вы настроены, от установки. И вот там вот как раз-таки психологические установки трансформируется в психофизиологический доминант. А доминанты по любимому мною, академику Ухтумскому, это как раз-таки вектор, если я говорю своими уже словами, вектор внутримозговых отношений, который обладает способностью, как говорили все потом физиологи, и радиировать свои сигналы, генерализировано влиять на весь организм. И поэтому, если вы находитесь в обычном состоянии, у вас много доминантов, они конкурируют между собой, и поэтому вы можете выбирать решение, принимать решение. Потому что, если будет только одна доминанта, как в трансе, она за вас все решения примет. Например, эта доминанта может быть какая? Вы влюбились. И что бы кто вам ни говорил, вы когда думаете о любимом или о любимой, все окрашивается божественным светом, и вы ничего другого не слышите. Или горе, например. То есть доминанта может быть или негативных эмоций, или позитивных, но она одна каждый следующий момент времени. Это транс. А нулевое состояние, там вообще доминанта нету. Это состояние безмятежности, это состояние, условно говоря, соединения с вечностью. Это состояние, когда вы так глубоко задумались, отрешились эмоционально, которое психологи называют состояние эмоционального дистанцирования. А в йоге это называется состояние созерцания. Так вот, представьте себе, теперь я вам расскажу, как регулировать свое состояние, пользуясь этой моделью работы мозга. Она достаточно подтвержденная и доказанная, потому что именно благодаря этой модели работы мозга я выводил из острого стресса людей, пострадавших, детей и взрослых, в Беслане, в Каспийске, в Кизляре, во многих других городах я обучал психологов и МЧС, и военных психологов, и психологов в Минобразовании. То есть она подтвержденная, эта модель. И поэтому я вам сейчас скажу, как это делается. Например, для того, чтобы научиться управлять своим состоянием, чтобы пройти вот этот нулевой урок, о котором я сейчас говорю, вам обязательно нужно иметь индикатор напряжения, как градусник напряжения, чтобы вы могли сравнивать, в каком состоянии вы были и в каком стали. Потому что все познается в сравнении. Потому что когда зуб болит, на стенку лезешь, а когда зуб не болит, ты уже и вспомнить не можешь, как это было. И не можешь сравнить. Поэтому вы можете сейчас просто сами себя проверить, вы в стрессе сейчас или нет. Вот есть такая шкала стресса или градусник напряжения. Вот, например, рука. Это виртуальная шкала, конечно. Это мысленная проверка. Вот здесь будет 10, это будет шторм. А здесь будет ноль, вот это нулевое состояние. Сегодня это называют психологи чаще и чаще дефолтом работы мозга. Вот здесь будет ноль. Это состояние безмятежности. Вот здесь будет шторм. Это очень плохо. Это суета мысли. Это когда вы не можете сосредоточиться. Это когда идет смешались кони, люди, и все вот это вот, вот образно говоря. Это 10. А это штиль. Это такой покой. Это такой... Это вот как раз созерцательный момент, когда есть эмоциональная отрешенность. Вы можете вспомнить это состояние. Оно у вас бывает иногда. Моменты глубокой задумчивости. Моменты, когда вы ничем не заняты. Или после какой-то большой нагрузки. Вот вы сидите, смотрите в невидимую точку. И мысли текут, как облака, ничего внутри не задевая. Или это состояние приятное. Бывает, когда вы засыпаете. Или когда просыпаетесь. То есть момент между сном и бодрствованием. Нейтральное состояние. Когда нет там эмоций, такое ощущение бесконечности, безбрежности, безвремения. Отсутствие какого-то страха, шаблонов, комплексов. Все отсутствует. Нулевое состояние. Как бы какая-то пустота. И вот ради овладения этой пустотой в голове, в боевых искусствах, например, затрачиваются иногда и месяцы тренировки, чтобы научиться в нужный момент выкидывать все мысли, эмоции из головы и совершать свои какие-то там действия. Вот это состояние часто возникает у йогов. Оно называется там состояние, но если там йог будет заниматься долго, самадхи. Это состояние, если в буддизме, оно называется нирвана. То есть это состояние, когда вы в каком-то эмоциональном равновесии, душа в покое, в глубоком покое, такое безмерное состояние, безмятежности. И вы можете сейчас просто сами себя идентифицировать. Где вы находитесь? Десять у вас шторм? Или шти? И затем вы делаете несколько действий, которые помогают вам снять лишние нервно-мышечные зажимы и снять вот это лишнее нервно-психическое напряжение. Например, вы можете просто на одну минуту буквально, это для выработки навыка саморегуляции, на одну минутку буквально дышать, как дышится, думать, о чем думается. Находитесь вы в положении, сидя или лежа, или стоя, или когда вы ходите туда-сюда, или бежите, не имеет значения. Вы просто одну минуту, думая, о чем думается, и делая, что делается, пустив, как говорится, мысль на самотек, и делаете движения, которые вы делаете, или просто сидите, или лежите, просто одну минуту буквально прислушивайтесь, у вас теплее вдох, через нос идет, или выдох. Вдох, или выдох. И если вы одну минуту одновременно думая, о чем думается, и делая, что делается, просто прислушиваете, что же все-таки у вас теплее, вдох, или выдох, это называется ключевое дыхание. И вы сразу заметите, что если вы всего одну минуту вот это делаете, самым простым для себя способом, из всех способов дыхания, которые в мире описаны, техники дыхания, это самое простое, и самое легкое, и всего одну минуту, и вы заметите поразительную вещь, что у вас, если вы опять сравните со шкалой стресса, у вас снизится напряжение. У вас снизится напряжение, может быть, даже сразу и до нуля. И вот скорость снижения напряжения, оказывается, это важный момент, скорость снижения напряжения, как раз и есть тот механизм, который обеспечивает снижение в концентрации крови, адреналина, и его замену на эндорфины, эндорфиноподобные вещества, потому что вам на десятки было плохо, а здесь вам стало так легко, хорошо, так свободно дышится, вот такое состояние приятное, которое вы испытывали много раз в жизни. Если вы вспомните, когда у вас было такое состояние, вы можете вспомнить, например, лежали на пляже, смотрели на облака, как они плывут, или танцевали, в этот момент почувствовали эту легкость, или крутили там обруч холохоб, или играли в детстве в какую-то игру, вы можете вспомнить вот эту безмятежность. Да-да-да. Я почему про это рассказываю, почему я привожу разные примеры, чтобы вы могли сопоставлять в памяти своей, находить те игры детские, в которые вы играли, или во время какого-то бега, или прогулки. Вы просто гуляли в лесу, и вдруг вы шли, 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 задумались, и все страхи ушли, и вы так хорошо себя чувствуете. Вот этот переход, он называется, ну, по модному слову, квантовый переход, когда вы из одного состояния, когда вот 10, буря, шторм, перешли на ноль, а тут так легко, вот называют иногда квантовый, на самом деле это триггерный переход в его мозги. Его триггерным называла профессора Ладжалова из специальной лаборатории в институте психологии, академии наук СССР, у которой была специальная приставка к электроэнцефалографу, и она училась находить переходы между обычным состоянием и состоянием, например, транса. И она нашла, что там происходит переход такой триггерный, то есть обвалообразный, скачкообразный переход именно на уровне сверхмедленных колебаний электрической активности мозга. сверхмедленный, СМПК так называемый, триггерный переход. Так вот я вам почему это все рассказываю, потому что вы можете просто войти, например, на мой канал на Ютубе и просто посмотреть, как сотни людей из разных стран мира, мы все вместе там создаем науку человечности для того, чтобы сократить кризисы и войны на планете, и продлевать людям творческое долголетие. Сотни людей туда заходят и обучаются этой методике, вот этой нулевому уроку снимать нервномышечные зажимы и раскрепощаться, потому что это нужно каждому. Например, мы сели, и вы готовите с какому-то экзамену. Или бабушка хочет вам помочь, чтобы вы лучше его сдали. А вы сидите и дергаете ногой или дергаете плечом. И она, бабушка, по неведению, она хочет, чтобы вам хорошо было. И она говорит, ты научись не дергать ногой и плечом. Научись сидеть спокойно. И она дает как бы правильный совет. Потому что она беспокоится о внуке. А для него это трудно, допустим. Почему? Потому что как только он начинает сосредотачиваться над уроком, у него плечо дергается. И если он еще в этот момент будет стараться его не дергать, ему вдвойне приходится сосредотачивать. Напряжение еще выше. В конечном счете он станет уходить от этого урока. Он не захочет этим заниматься. И тогда мы говорим отвлекаемость. А вот если просто посмотреть, что он делает, что он делает, и предложить ему это делать в домашних условиях, а не на уроке. В домашних условиях. Несколько раз поделать осознанно. Например, он решает какой-то вопрос и дергает плечом. Разрешите ему это сделать несколько раз осознанно. Как упражнение. И получится, что мы ему предложили вот этот как раз таки нулевой урок научиться снимать нервно-мышечные зажимы. Если человек несколько раз делает то, что он и так делает инстинктивно, когда нервничает, если он сделает это осознанно, то есть сознательно, в виде упражнений, в домашних условиях, не на людях, там не надо это делать. Это как раз для того, чтобы на людях он чувствовал себя спокойно и свободно и уравновешенно. А в домашних условиях, когда он это делает, когда у него есть свое время, удобное время, допустим, 5-10 минут в день, если он посвятит этим упражнениям, например, один дергает плечом, другой дергает головой, третий ногой качает, сидит, когда сосредотачивается, четвертый раскачивается в кресле, пятый ходит туда-сюда по комнате, четвертый подпредивает, это же все снимает лишнее напряжение, поэтому люди это делают инстинктивно. Если каждый понаблюдает за собой, что же он делает инстинктивно, какие повторяемые движения он делает инстинктивно и сделает это осознанно, то есть сознательно, то он научится снимать лишнее напряжение в любых условиях, в любой точке времени, пространстве, в любом месте, когда ему нужно, уже без помощи этих дерганий. То есть мы можем превратить эти дергания, естественные инстинктивные реакции и самозащиты человека, именно в упражнения, а через упражнения научиться управлять своим состоянием, уже без них. Захотел и успокоился. Вот это и есть такой нулевой урок, я еще раз покажу, что здесь вот в этих учебниках профессора Матвеева были пять упражнений. Хлест, например, хлест руками по спине, потом выездник, когда руки бросаешь, пятки поднимаешь, или в обратную сторону, руки бросаешь вверх, пятки поднимаешь, или полу наклонившись, как лыжник. Поэтому многие лыжниками и становятся, потому что они от природы, когда делают вот так вот, им там хорошо, и они могут двигаться и двигаться, ничего не боясь. Да-да. А другой так становится, ну там много, почему, чем становится, потому что именно у каждого свои индивидуальные особенности. И вот этот учебник Матвеева, почему это нулевой урок, потому что, чем бы вы ни занимались, когда вы сосредотачиваетесь, у вас происходят непроизвольные мышечные подергивания, если вы понаблюдаете за собой, то если вы сделаете это сознательно в виде упражнения, то вы снимете лишнее напряжение, голову будет свободной, клетки мозга будут обогащаться кислородом, у вас не будет постоянной мобилизованности, мобилизованности такой, у вас будет состояние уравновешенности. И вот я вам хочу сказать, что для того, чтобы лучше этому научиться, вот этот индикатор напряжения используйте, и используйте самонаблюдение, какие дергательные движения вы производите, вот эти вот попеременные напряжения расслабления, в каких условиях, вы проанализируете. И вот оказалось, сам подбор действий, которые вы делаете, и если вы их научите делать сознательно в виде упражнения, сам этот подбор путем перебора, вы придете к тому, что вы развиваетесь, у вас развивается так называемое креативное мышление, то есть вы становитесь более изобретательной, и вы, когда решаете какие-то вопросы, вы заметите, что вы быстрее находите пути их решения. То есть это одновременно и способ для того, чтобы снимать лишнее напряжение, которое вас блокирует, и одновременно способ развития личности, то есть способ саморазвития. А это как раз-таки конечно во всех областях деятельности помогает, потому что чем вы более развиты, тем вы быстрее думаете, тем вы более творческие, тем вы изобретательнее, и тем ответственнее. Да, это очень важно для всех. Поэтому я и говорю, что это нулевой урок нужен всем и каждому. Хосе Магамедович, в комментариях задают вопрос, где можно приобрести ваши книги? Ну, книги могут приобрести, это же не я их продаю, это издательство, сейчас в данном случае последние книги издательства АСТ, и эти все ссылки у меня есть под моими роликами в моем канале Ютуба. Там есть ссылки в описании про эти книги. Сейчас издательство АСТ как раз-таки приняло решение, насколько мне передали, что и первые книги, которые у меня были раньше, которые уже стали раритетами, то есть их нигде уже и не найти. И первые книги тоже переиздать. И это для меня большой праздник, когда автора, значит, это людям нужно, потому что они как раз-таки приняли такое решение, потому что очень много спрашивают об этих книгах, и поэтому я надеюсь, через некоторое время и те раритетные книжки будут опять переизданы. И самое главное, каждый человек сможет увидеть динамику развития метода. Какие приемы были в самом начале, а там в самом начале использовались только идиомоторные приемы, когда человек представил себе, что руки пошли, вот как у девочки на обложке книги я показывал, она представила, что руки пошли и руки пошли, и в этот момент происходит сброс лишнего напряжения. А сейчас уже есть приемы, которые человек сам из себя может создать, потому что на самом деле ключ лежит в каждом из нас, по нашей природе. И самое главное, нужно было только самонаблюдение, самонаблюдение, и когда люди обладают способностью анализировать, что с ними происходит, когда они получают успех какой-то в жизни, когда они расслабляются, когда они обращают на это внимание, каждый может создать себе вот именно синхрогимнастику. почему это синхрогимнастика, а не обычная гимнастика? Потому что в обычной гимнастике говорят делай вот так, а здесь говорят делай как ты, чтобы действие было синхронное твоему текущему состоянию, то есть соответствовали тебе. И почему это нулевой урок именно сегодня очень важен в жизни, потому что массовая школа, массовая школа, а все мы индивидуальны, и поэтому если человек научается индивидуально управлять своим состоянием, он находит свое место в жизни и в массовых каких-то социальных процессах. Не только конфликтовать, а и найти, как подойти к анализу существующих процессов творческих, понять, что происходит и найти, как решать эти вопросы, которые в нем возникают. Хасай Магомедович, огромное вам спасибо за полезные советы. Мы с вами прощаемся и надеемся, что вскоре в будущем еще увидимся. Всего доброго. Спасибо большое. До встречи. Спасибо вам.